Мы приехали в Краков на автобусе из Львова в сентябре 2018 года Исторический центр Кракова состоит из двух основных частей Старый город и еврейский район Кракова-Казимиш Мы поселились рядом с Флорианской башней у северного входа в Старый город Мы провели три дня в этом замечательном неразрушенном войной городе Один день на осмотр Старого города Один день на Казимиш и фабрику Шиндлера И один день посвятили памяти погибших в Освенцине Конечно, этого недостаточно даже для беглого знакомства Но общее впечатление о Кракове мы получили Старый город начинается у Флорианской башни на севере И заканчивается Вавельским холмом с Королевским дворцом на юге Но основу популярности у туристов Старого города Составляет, безусловно, рыночная площадь с множеством ресторанов Конными повозками, сукеницами, морянским костелом и другими зданиями В центре площади расположены суконные ряды По-польски сукенеты В прошлом там торговали сукном А сейчас весь первый этаж занят дорогими магазинами В которых продаются драгоценности из янтаря Религиозные товары И всякие сувениры для туристов Среди сувениров мы видели очень много действительно красивых изделий Особенно из янтаря Очень красивых Шахматы и много другого Но цены там, цены там кусаются Цены очень и очень высокие На восточной стороне площади расположен моряцкий костел Асимметричные башни, окруженные башенками шпили Это один из самых известных видов Кракова Главный вход только для прихожан Пришедших на мессу Туристов просят входить через боковой вход Рядом с рыночной площадью Внутреннее убранство Это буйство орнаментов, красок И великолепные фрески В синих, зеленых и розовых тонах Потолок гравного нефа ярко-синий Золотыми звездами Рядом с иконными рядами Возвышается башня ратуши Сама ратуша была снесена в XIX веке Костел святых апостолов Петра и Павла Является старинной приходской католической церковью Кракова Связанный Эрос Скульптура созданная в 2003 году В народе ее называют Голова Она представляет собой огромную перевязанную мужскую голову Лежащую на боку Она символизирует страстную любовь От которой люди теряют голову Ягеллонский университет Это старейшее в Польше высшее учебное заведение Один из первых государственных университетов в Центральной Европе Он основан в 1364 году В нем могли учиться не только дворяне, но и дети мещан и даже крестьян В этом университете учился Николай Коперник Во время Второй мировой войны Немцы пригласили 6 ноября 1939 года Профессоров и студентов университета На лекцию оберштурмбанфюрера Мюллера Лекция оказалась ловушкой На ней гестапо арестовало 144 профессора Ассистентов, студентов университета Всего 183 человека Которые были отправлены в концлагерь Университет закрыли Оборудование, имущество демонтировали Вывезли в Германию Разграбили или уничтожили Часть профессоров вуза 14 офицеров запаса Погибла во время расстрела Польских военнопленных войсками НКВД В Харькове и Катыни Несмотря на все запреты С 1942 года университет продолжал работать в подполье Через месяц после освобождения Кракова Университет сразу же возобновил свою деятельность Сегодня это единственный университет Польши В котором сохранился медицинский факультет В университете учатся 45 тысяч студентов На рыночной площади располагается симпатичный костел Святого Адальберга Флорианские ворота Единственное сохранившееся из восьми ворот Которые были частью крепостной стены Призванной оградить Краков от неприятеля Святого Флориана, имя которого носят и ворота И ведущие к ним улицы Здесь почитают как покровителя города Флорианская улица протянулась на 335 метров От костела Святого Флориана до рыночной площади В доме под номером 45 находится известная в Кракове кафе Яма Михалика Владелец дал своим разнообразным десертам интересные названия Флирт, Мицкевич Благодаря чему в кафе стала собираться творческая интеллигенция Из-за финансовых трудностей Многие известные посетители расплачивались своими картинами Которые сегодня можно увидеть на стенах заведения Мы, конечно, посетили это кафе Было очень вкусно и интересно Есть в Кракове место, которое идеально подходит для того Чтобы посетить тельни деревьев Послушать пение птиц, отречься от суеты Одним словом, немножко отдохнуть от туристической суеты И осмотры достопримечательностей Это планты Парковое кольцо Естественный барьер, который окружает старый город До начала 19 века здесь были высокие крепостные стены Затем их снесли А чтобы место не пустовало, разбили парк Здесь деревья, кустарники, фонтаны Есть большой пруд с лебедями, утками, много лавочек Путешествие по кругу занимается около часа пешком Пока идешь, видишь очень много интересного По значимости для города и страны в целом Вавельский замок можно сравнить с Московским Кремлем для России Мы обратили внимание на стену слева от нас На ее кирпичах написаны имена людей или названия фирм Которые внесли пожертвования на восстановление замка Под каждым именем написаны также год и размер пожертвования В тогдашних польских злотых Мы не заходили внутрь замка и только любовались его архитектурой с площади С площади открывается и красивый вид на Вису Рядом с Краковом, начиная с XIV века Располагался город Казимеш, населенный евреями Впоследствии Казимеш слился с Краковом, став его частью Мы начали путешествие с улицы Широкой Здесь находилась ритуальная баня, миква Высокая синагога города явно нуждается в реставрации Она так названа потому, что когда-то была самым высоким зданием города Частную синагогу Вольфа Поппера за размеры называют малой Хотя она была очень красиво оформлена изнутри Старая синагога построена в 1407 году Во время войны, когда евреи были отправлены благодаря смерти Здесь был склад, здание было разграблено и разрушено внутри Сейчас здесь музей истории евреев В синагоге Ицхака работает Центр еврейской культуры и клуб еврейской молодежи Здесь устраивают еврейские свадьбы В конце улицы Широкой на месте старого кладбища Памятный знак в честь евреев, убитых нацистами На этом месте до войны была швейная мастерская Сейчас здесь находится кафе, стилизованное под швейную мастерскую Сохранились или реставрированы названия магазинов, лавок, портных и других кустарных ремесел Казимежа Словно замерла жизнь в этом еврейском месте Давно не реставрированном А может так и лучше Все естественное, не отшлифованное Мы долго ходили по улицам Казимежа Рядом с нами ходили группа израильтян Приехавших в праздник Суккот Познакомиться с историей евреев Кракова Мы представляли себе, как здесь жили люди Я видел этот квартал по фильму «Фабрика Шиндлера» Но фильм не передает и близко Ту особую атмосферу, которую ощущаешь Бродя по немногочисленным улицам Этой некогда процветавшей общины Мы посетили место сбора евреев по дороге гетто Площадь, которую символизируют стулья, на которых люди отдыхали Мы посетили фабрику Шиндлера Спавшего сотни евреев Видели посуду, изготовленную евреями На этой фабрике Ходившими каждый день из гетто на работу Но все это отдельная, тяжелая и грустная история Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!